Всем привет, это АРУ-ТВ, я Артём Остапенко и программа «Эксперты». С нами на связи в телефонном интервью сегодня Аркадий Мошес, руководитель программы «Россия-ЕС» Финского института международных отношений. Как вы оцениваете вот уже сделанные шаги Зеленского в отношении нормализации ситуации в Донбассе? У российского руководства будут меняться подходы к этому вопросу и в конечном счете ждать ли каких-то реальных сдвигов? Переговоров. И она показала, что она, а, не хочет отходить от своих предыдущих позиций, и, б, готова бросать, ну, как бы такие, все-таки какую-то динамику придавать процессу, который в Киеве явно не ждут. Я имею в виду выдачу паспортов. Значит, встречаться в ближайшее время в Тарманском или любом другом формате Москва, по-моему, не горит желанием. Вы нельзя исключать, но какого-то желания вот открыто пойти на встречу тоже я не вижу. То есть, как бы, Москва не отходит от своей позиции и появления в Киеве другого человека, но оно, как бы, пока никаким изменениям в московской позиции не ведет. Я думаю, что в Кремле считают, что можно подождать, надо посмотреть, как будет складываться ситуация для Зеленского и точно спешить ни с чем не стоит. Ну, такое привычное поведение Путина, да, подождать, выждать и в последний момент что-то сделать. Ну, подождать и, знаете, потроллить, как бы, потому что, на самом деле, вот, когда я вчера читал отчеты, как бы, украинской стороны и российской стороны о телефонном разговоре двух процентов, акценты там, естественно, были расставлены совершенно по-другому. Ну, как бы, Москва подчеркивала, что, по большому счету, что она довольно жестко заявила в свою позицию, что если Украина хочет мира, она должна перестать стрелять по мирным кварталам Донецка и признать республики, и все будет хорошо. И, в общем... Ну, признать республики не как независимые, а как переговорщика, да? Партнера по переговорам, но это, понятно, уже шаг к дальнейшему продавливанию особого статуса. Киев на это пойти не может, он, соответственно, отвечает, что нет, вот этого не будет. Ну, раз не будет, значит, все расходятся, как бы, при своих. Их остаются, и процесс никуда не идет. Вселенского ждут еще, так сказать, неприятности, и он еще набьет себе шишек, потому что одно дело во время избирательной кампании заявлять, что вот я позвоню, там, и договорюсь, или мы там проведем встречу в таком-то и таком-то формате, и что надо разговаривать, и так-то будет все решаться. И тем, что будет происходить в реальности. Я думаю, что Москву, по большому счету, нынешнее состояние не войны устраивает, потому что она, как я уже говорил, вбрасывает какие-то новые темы, на которые Украине приходится реагировать. Она, так или иначе, усиливает экономическое давление или демонстрирует возможность. То, что происходит там с торговлей, углем, дизелем и так далее, это, в общем, вещи, от которых отмахнуться не удастся, и которые просто так замолчать и пройти мимо них тоже не получится. Я, например, совершенно не исключаю всей ситуации, когда Украина начнет испытывать определенные сложности с топливом. И что там у автомобилистов будут проблемы заправиться. Это вообще история актуальна. Никогда Белоруссия не спасет. Ну да. Тут же голубой поток, или какой он там, если он начнет работать, тут люди ожидают на границе Молдовы и Украины очередного газового кризиса, потому что получается, что ветка, которая идет через Украину, она теряет актуальность, и вообще непонятно, что будет ли идти газ. Газовая проблематика – это отдельная статья, но я бы, может быть, пока не ожидал такого прямо вот кризиса обязательно вокруг газа, потому что все равно в газовую проблематику так или иначе втянута Еврокомиссия. И если «Северный поток-2» заработает, и Украина вообще останется без газа, ну, скажем так, хотя бы уже из соображений приличия многим в Европе, и в Германии в том числе, станет несколько неудобно и неуютно. Я, конечно, понимаю, что, в общем, стыд, ни дым, глаз не выезд, но как бы они будут чего-то, какие-то манипуляции проводить, пытаться, в общем, найти, как всегда, компромисс, чтобы Украина тоже не замерзла. Этого я пока, в общем, ну, я не готов, так сказать, излишне паниковать на эту тему. А вот вещи, которые реально решаются в двустороннем, эффект которых проявляется внутри Украины и только, и которые решаются в двустороннем плане, вот ограничение поставок всего того, что поставлялось, либо напрямую, либо как-то через Белоруссию, либо как-то оформлялось по бумагам, вся та строговля, которая шла. У России еще очень большое поле для того, чтобы начать какие-то там гаечки закручивать и подкручивать. И это будет требовать определенной реакции, а я совершенно не знаю, просто я не знаю, какой будет реакция нынешней администрации, которая этими вопросами так или иначе раньше, по большому счету, не занималась.